МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед тем, как пробьют кремлевские куранты, наступит год новый, наверняка каждый из нас задумывается о том, каким был год уходящий. События личного и общественного характера в плотном пересечении создают канву нашей жизни. Главное событие года в нашем предпраздничном выпуске. Курс рубля, продовольственная эмбарго и непростая экономическая ситуация в стране. Вот такие далеко не праздничные темы стали, пожалуй, самыми обсуждаемыми в России в конце уходящего года. И Чувашия не исключение. Гречка. Цены на этот индикатор национальной экономики в декабре обсуждали и на лавочках. У подъезда и в глобальной сети. Подорожание крупы в народе называют не иначе, как гречневым кризисом. Хотя в перечне подорожавших продуктов еще много позиций. К примеру, мука, масло, сахар. Тут, наверное, 47 сахара. Где-то я 40 видела. А так я редко захожу сюда. Вот хотела сахара, у них всегда дешево я была. А сегодня 47,90. Продавцы объясняют, мера вынуждены и зависят исключительно от цен поставщиков. Себе в убыток они работать не могут. Специалисты Минэкономразвития в свою очередь отмечают, цены на отдельные виды продуктов выросли в связи с изменением курса валюты. Все придет в норму, когда стабилизируется курс рубля. Так или иначе, цены на социально значимые товары правительство республики держит под контролем. Проводятся мониторинги, работает горячая линия. И, судя по заполненным прилавкам, дефицит чувашения грозит. Что касается промышленного роста, то, несмотря на эмбарго и сокращение внешней экономической деятельности, год республика закончила в плюсе. Индекс промышленного производства достиг 104%. В уходящем году в Чувашии вступили в строй действующих завод клинкерной плитки, техно-николь, завод Хевел, новое производство НПП Бреслер. Благодаря чему появилось много высокотехнологичных рабочих мест. Комплектовать штаты планируется за счет выпускников вузов республики. Мы с ранних курсов приглашаем студентов, они у нас проходят обучение, работают, чтобы к концу учебы, получая диплом, они к нам уже пришли готовыми специалистами. Ну вот как сейчас на автомате, стоят на линии. В этом году закончил, уже практически... Мы сами преподаем. Кроме того, многие предприятия существенно обновили оборудование и технологии. Данстарт и другим проектам. Чувашско-Китайскому агропарку, Чувашско-японскому заводу жгутов кабелей. Мы три года изучали различные варианты. Присматривались к Ульяновской области, Калуге, Московской области. Решение в пользу Чувашии было принято благодаря поддержке властей региона. Не успела Россия привыкнуть к работе в условиях вступления в ВТО, как нам объявили о санкциях. Речь идет в первую очередь об ограничении поставок продовольственных товаров. Следовательно, дополнительная нагрузка ложится на агропромышленный комплекс. В Чувашии готовы принять вызов. В зоне рискованного земледелия мы привыкли к битвам за урожай и, что важнее, к победам. Несмотря на все сложности, сельское хозяйство продемонстрировало рост производства практически во всех направлениях. Чуваший урожай зерновых по сравнению с прошлым годом увеличился на 40%. Возросло производство мяса. Открылись несколько новых молочных товарных фирм. Если вложить на сегодняшний день, трудно окупается вот такая фирма. Она, если все коммуникации, все затраты, благоустройство посчитать, находится почти 25 миллионов. Это 5 миллионов свои вложения, 20 миллионов кредитных ресурсов. Грех не использовать вот такие инвестиционные проекты, когда созданы все условия по поддержке сельскому хозяйству. Кстати, программу поддержки начинающих фермеров, срок действия которой закончился в этом году, решено продлить. В уходящем году Чувашия постаралась удержать лидерские позиции в строительстве жилья. К ноябрю за счет всех источников финансирования было введено в эксплуатацию почти 667 тысяч квадратных метров. Согласно госпрограмме, новые благоустроенные квартиры получили ветераны, молодые семьи, дети-сироты. Кстати, на сегодня большая часть очередников этой категории льготников обзавелась собственным жильем. В селе Шахазана, например, специально для них построили новый дом. Я как оттуда ждала уже 3-4 года. Жила в Канаше, живу до сих пор там же, квартиру снимаем. Можно заработки ездить в Москву. Сейчас до Нового года сюда приедем жить. Больше половины жилья приходится на столицу Чувашия. Здесь тоже вручение ключей – нередкое дело. Причем город не только прирастает новыми микрорайонами, но и обновляет старые. Взамен ветхого и аварийного жилья люди получают новое благоустроенное. Газ горит, все работают. Батареи горячие. Батареи горячие. Батареи, смотрите, застекленные все. Хорошо, мы счастливы сегодняшний день. И дальше думаем. Хорошо, счастливы жить. Спасибо. Безусловный рекорд уходящего года – 15 новых детских садов, появившихся в Чувашии. Причем все дошкольные учреждения оснащены по последней образовательной моде. Дети смогут заниматься и музыкой, и танцами, и спортом, и обучающими играми. Вот на 15-й год будет выделено еще 10 миллиардов рублей на строительство садиков. Программа будет продолжена даже в условиях вот сегодняшних некоторых проблем с бюджетом. Еще одна программа, которой уделили особое внимание в 2014 году – «Доступная среда». Благодаря ей тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья получили возможность беспрепятственно посещать различные учреждения, активнее участвовать в общественной жизни, заниматься творчеством и спортом. Кадры решают все, лозунг которой остается незыблемым во все времена. Ведь от взвешенной политики назначений зависит многое. К назначениям года можно отнести нового руководителя администрации главы республики. Им стал Юрий Васильев. Человек, он известный, прежде чем стать чиновником высокого ранга, служил в армии, работал в сфере образования. Новым министром информационной политики и массовой коммуникации назначен Александр Иванов, тоже давно работающий в органах государственной власти. Транспортно-дорожное ведомство возглавил в этом году Владимир Филиппов. Умелый хозяйственник в прошлом он осваивает сейчас премудрости строительства и ремонта дорог и развития транспортной сети республики. В этом году к нам вернулся Константин Косачев. Экс-депутат Государственной Думы, стал сенатором от Чувашия. Уважительное отношение к представителям различных национальностей, готовность помочь в трудную минуту, все это жители Чувашии продемонстрировали в полной мере. Республика приютила тысячи вынужденных переселенцев из Украины, дала им кров, работу, материальную поддержку, а главное – веру в завтрашний день. Совсем незнакомых людей наши жители приглашали пожить в собственных квартирах. Правительство давало временное жилье. В Центре социального обеспечения устроили сбор осенней-зимней одежды. Нас очень встречают замечательно. Везде добрые, отзывчивые люди, которые помогают чем могут, бескорыстно. В этом школьном году украинские дети пошли в школы и в детские сады. Мы надели с ног до головы наших детей, подготовили в школу и констовары, и школьная форма. Потому что на Украине нет такой строгости с формой. Дети то есть в чем хотят, то мы ходят в школу. А здесь, да, форма, все строго. Школа очень хорошая, учителя вообще очень классные, веселые такие. И вот говорят, что помогать тоже будут. Взаимопомощь и взаимовыручка для жителей Чувашии не просто слова, а руководство к действию. И принцип бумеранга здесь никто не отменял. Когда помощь понадобилась нам, другие регионы не заставили себя ждать. Ледяной дождь, обрушившийся на Чувашию в середине октября, создал настоящий коллапс. Поваленные деревья, разбитые автомобили, порванные линии электропередач. Тысячи людей на несколько дней остались без света. Не выдерживает нагрузку, не выдерживает вот этих силовых ураганов. Падает, ломается. Такой погодной аномалии не припомнят даже старожилы. Справлялись со стихией всем миром. Помогать Чувашии восстанавливаться приехали энергетики из Оренбургской, Саратовской, Ульяновской, Нижегородской и других областей. А куда деваться, если у людей беда? То есть, как бы, помогать нужно. Общая беда сплотила жителей деревень и сел. Коров доели очень тяжело, руками. Всех женщин собрали, руками все доели. А потом вот генераторы привезли. И то очень хорошую помощь по группе. Вот так вот отдельно доели все-таки. И свиней кормить тоже у нас комбикорм. Мы сами заготавливаем по размолу зерна. Тяжело было. Вот сразу и там электричество нужно, и здесь нужно. Благодаря силам собственным и поддержке других регионов, республике оперативно удалось ликвидировать последствия неблагоприятных погодных условий. В течение недели электричество поступило во все дома районов и городов Чувашии. Природные катаклизмы бывали и летом. Ливневые дожди чуть не оставили столицу без главной транспортной магистрали – Московского моста. Ситуацию исправили буквально за сутки. Конечно, реакция была. Срочно восстанавливать. Перегородили движение. Восстановили. Помогают друг другу не только регионы, но и простые жители. И часто такая помощь оказывается самой бесценной. Спасающая человеческие жизни. Мы не могли не вспомнить о героях этого года. Людях, совершивших благородные поступки. Имя жителя деревни Верхней Татмоши появилось в электронной энциклопедии «Гордость России». Иван Сорокин, рискуя собственной жизнью, спас из горящего дома четверых детей и их маму. Тогда была на счету каждая секунда. В кромешной темноте Ивану удалось найти всех ребят. Здесь, как бы, зашел, я помню, Артем здесь спал, нет? Артем, Оля, Артем... Ага, вот, да, я сюда зашел. Я помню, вот Артем точно помню, взял. На руку взял, он почему-то вот тогда упал. Я тогда чуть испугался, думал, дымом захлебнулся. Оказывается, он крепко спал. Вот, сестра у них, Оля, проснулась сразу, Кирюшу нашла. Беременную женщину и четверых детей в беде никто не оставил. В первое время погорельцев у себя приютили соседи. Люди передали детей, вот, знакомые, которые сейчас некоторое время жили, Хрисанфо и Людмиле Юрьевне, ей передали детей, у них жили. Сейчас, в данный момент, в Аликове. Спасибо людям, которые нас вытащили, которые потушили пожар. Как важно иметь хороших соседей, поняла и жительница Аликовского района. Благодаря им она осталась в живых. Ее дом выгорел практически дотла. Пламя распространилось очень быстро. 35-летняя хозяйка с ребенком успели покинуть горящее здание. А вот ее 76-летней свекрови это сделать не удалось. Вероятнее всего, у этой истории был бы печальный конец. Однако, на помощь пришли соседи по деревне. Ко мне пришла соседка и кричит. Там, говорит, пожар, вроде, говорит, давай-ка посмотрим, говорит. Ну, я вышла, выбежала, начала звонить, на самом деле идет дым, начала звонить это на пожарную, побежала, там уже люди бегут. Ираида и еще три женщины вошли в горящую избу и успели спасти бабушку. Героем года можно назвать и Олю Ярисову. Наша землячка была награждена в Москве нагрудным знаком горячее сердце. Десятилетняя девочка спасла от огня своих сестер. Проснулась я из-за того, что был дым. Я встала, неплохо было разговаривать. Ну, как в роту дым был. Я первая подумала, надо разбудить Эльзу с Леной, нельзя бросить так своих сестренок. Оказалось, что причиной пожара стала старая электрическая печка, которой обогревали дом. Родители в это время были в городе по делам. О пожаре они узнали по телефону и до последнего не верили, что горит именно их дом. Теперь вся семья называют Олю спасительницей и ангелом-хранителей младших сестренок. Мы за них болели и переживали как за близких. Чувашские спортсмены в этом году планку не опустили. Они регулярно возвращались с различных соревнований в республику с наградами. А некоторым чебоксарцам посчастливилось побывать и в Олимпийском Сочи. Осенью внимание всего мира было приковано и к чебоксарам. Город принял престижный международный форум. Можно с уверенностью говорить, Чувашия – спортивный регион. В этом году стране удалось провести грандиозную Олимпиаду. Национальная команда завоевала первое место в общем зачете российские пара-олимпийцы и вовсе установили абсолютный рекорд по количеству наград. В их копилке 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовые медали. Свою лепту в эти победы внесли и жители Чувашия. В Сочи отправилась работать большая группа волонтеров республики. Они встречали гостей, помогали готовить стадионы к стартам, а кому-то удалось стать и переводчиком иностранных делегаций. Впервые за 40 лет за медали зимней Олимпиады поборолась и Чувашская спортсменка. В состав сборной вошла Магулиска Елена Муратова. Правда, девушке не удалось подняться на педестал почета. Сказались травмы, которые она получила во время тренировок. Были моменты, которые хотелось бы сделать лучше. Но мне кажется, любой спортсмен после каждого своего проезда так считает, что можно было, если он не занимает первое место, конечно. Ну и лидеры, я думаю, тоже анализируют в итоге свой способ. А игроки футбольной команды «Дюсуша Чувашия» накануне Нового года завоевали престижные награды российского чемпионата в третьем дивизионе. Эта сборная была создана год назад, но они уже добиваются результатов. По итогам нынешнего сезона футболисты стали обладателями кубка и бронзовых медалей. Тренер команды отмечает, эти победы даются непросто. Но в следующем году они настроены всерьез завоевать награды высшей пробы. В течение месяца мы там одержали ряд важных побед и все ближе-ближе подбирались к третьему месту. Мы, во всяком случае, постараемся не опуститься ниже места, которое заняли в этом году. Чебоксары в этом году приняли престижный форум «Россия – спортивная держава». В разное время он проходил в Саранске, Якутске, Казани и Москве. Чувашия стала пятой по счету. Три дня подряд в городе работали выставки инноваций, эксперты обсуждали будущее спортивной отрасли, а местные жители и гости сдавали нормы ГТО. Впервые в Чебоксарах дали старт всемирному дню ходьбы. На здоровительную прогулку по набережной залива вышли более 15 тысяч человек. На Красной площади устроили и грандиозный спортивный парад. Его ведущим стал известный комментатор Дмитрий Губерниев. В эти дни Чебоксары принимали огромное количество гостей. Олимпийские чемпионы, федеральные министры и губернаторы. В форуме участвовал и президент России Владимир Путин. Он провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта в стране. Добиться устойчивых результатов возможно только при наличии развитой базы. Члены Совета отметили, что опыт Республики по строительству оздоровительных комплексов может быть полезен и другим регионам. Количество людей, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, к 2020 году у нас должно значительно вырасти и составить не менее 40% населения Российской Федерации. Сегодня этот показатель гораздо ниже, только 27,5%. Концепция программы уже утверждена правительством в начале этого года. Определены и ее финансовые параметры. Так, для справки могу сказать, что предварительно на ФЦППО до 2020 года запланировано бюджетное ассигнование в размере 73,9 миллиарда рублей. Впрочем, количество приверженцев здорового образа жизни в Республике становится больше. В этом году горожане взяли за правило собираться на массовые зарядки. Их проводят не только на праздники, но и выходные. На уличные физкультминутки собирались школьники, студенты, коллективы предприятий. А в рамках международного форума зарядку вместе сделали более 25 тысяч человек. Один субботний день в месяц указом главы Чувашии стал Днем здоровья и спорта. Все спортивные площадки в этот день работают бесплатно. Так что Чувашия в этом году в очередной раз стала территорией спорта. Национальная телерадиокомпания растет не только вглубь, но и вширь. Наш коллектив пополнился новыми сотрудниками. Наши эфиры новыми программами. А наша зона вещания новыми территориями. В этом году Национальная радио отметила первый юбилей. За пять лет вещанию канал сформировало свое лицо, свои поклонники. Его программы с нетерпением ждут в районах. И всегда интересно узнать, как живет республика. События, факты через призму непосредственных участников. Это то, чего ждут от нас люди. Три года уже национальному телевидению. Рост настолько стремительный, что не ощущать его нельзя. Почти четыре часа ежедневного вещания на двух языках дал почувствовать зрителям всю богатую палитру жизни республики. В уходящем году телеканал с помощью таких технических партнеров, как Ростелеком и Билайн, вошел в крупные города республики. Теперь нас, кроме Чебоксар, Новочебоксарска, Козловки, Морфосада, Цивильска и Кугесь, смотрят Канаж, Шумерля, Ядрин, Вурнары. Смотрим с кабельного телевидения. Очень понравился канал. Всякие смотрю, там все показывают. Там и музыка есть, и фильмы показывают. К сожалению, на чувашском языке не смотрю, не знаю. Все остальное смотрю. Приятно. Сейчас какие-то дикторы стали хорошо выглядеть, хорошо разговаривать. Программа мне очень нравится. Я когда еду к Чебоксару, к сестре, сразу переключаюсь на этот канал, больше ничего не смотрю. Спасибо за этому каналу. Это стало возможным благодаря современным цифровым технологиям. В компании Билайн имеется оптика, которая проложена по территории Чувашской республики. У нас есть Северное кольцо, и у нас есть Южное оптическое кольцо. На сегодняшний день сигнал телекомпании национального телевидения подается уже в городах Новочебоксарск, Кугесе, Цивильск, Марпосад, Козловка, Тюрлюма. Шумерля большой город, и в нем изначально хорошо развиты кабельные сети. Жители всегда пользовались дымовыми кабельными сетями, и поэтому активно используют кабельные телевидения. И поэтому очень важно было подать сигнал, который изготавливается в городе Чебоксары, в эти малые города. Этот сигнал можно подать, по идее, через спутник, но это достаточно очень дорогое удовольствие. А можно подать при помощи цифровых каналов через какого-либо оператора. Наш творческий рост ощутимо проявился в наших победах. Детско-информационная программа «Акелбупсер» названа лучшей новостейной программой всей страны. Просветитель скоротвлекательный проект «Набум» стал серебряным призером всероссийского конкурса «Тэфи-регион». В числе победителей различных российских конкурсов программа «Дерево дружбы» и «Золотого ларца» – социальные ролики. Такой итог года дорогого стоит. Много интересного происходило на наших глазах. Мы стали очевидцами многих важных событий. В начале этого года чебоксары встречали инновационный поезд. Поезд создан в 2011 году. Сейчас он уже курсирует около 3,5 лет. Посетили 350, наверное, городов и населенных пунктов. У нас побывало около 400 тысяч человек. То есть поезд с большой популярностью пользуется у населения. Вот сейчас мы у вас в Чувашии. Внутри кажется, что находишься не в поезде, а на борту космического корабля. И не только из-за интерьера. Так, скафандр у стендера с космоса самый настоящий. В нем некий космонавт смотрел на Землю из иллюминатора. Здесь же обломок Челябинского метеорита. И все же основной акцент в экспозиции поезда сделан на железных дорогах. Дорога, но уже автомобильная, связала между собой других авантюристов. В течение двух летних месяцев команда известных путешественников и фотографов ездила по стране, фиксируя свой маршрут с помощью GPS-навигатора. Таким образом, путь экспедиции день за днем выводил на карте мира огромное слово «Россия». 16 июня путешественники добрались до Чувашии. И сердце города зажглось в Чебоксарах. Путешественники уверены, что сердце города – это не точка на карте, а его жители. Поэтому, посещая новые места, команда знакомилась не только с местностью, но и с людьми. Я еще никогда так не возвращался в Чебоксары с таким приятным чувством, что нас ждут. Спасибо. Месяцем позже в Чувашии прошла экологическая благотворительная акция по зарублению Чебоксарского водохранилища. Запускали непривычных для местных рыбаков щук и окуней, а самых, что ни на есть благородных малюток. Это нужно для поддержания биоразнообразия и адаптации ценных видов рыб во вновь созданных водоемах. А поскольку условия жизни в этих водоемах, вновь созданных, они, в принципе, ничуть не хуже, чем были в реке, Я абсолютно уверен, что они приживаются и абсолютно уверен, что поголовье восстановится. Еще одна благотворительная акция мирового значения. Агропортрет Андриана Николаева в год его 85-летия появился близ деревни Ельниково, Мариинско-Пасадского района. Изображение чувашского космонавта размером 100 на 115 метров появилось в чистом поле на берегу реки Цивиль. Именно здесь много лет проходил юный Андриан Николаев, возвращаясь из школы домой. Возможно, лежа на траве мечтал, глядя в небо. Теперь и мы с неба смотрим на него. Уникальный проект не только для Чувашии, но и для всей России. Проект агроизображения летчика-космонавта Николаева. Таких проектов в мире существует не больше десятка. Они есть в Америке, есть в Японии. Вот изучив опыт, мы решили, что нужно отдать дань памяти великому сыну Чувашии и реализовать этот проект. Проект, он очень технически сложный. Точность маркировки 2-3 сантиметра, потому что если мы немножко исказим, то лицо перекосит. Все о них говорят, все о них слышали, а нам удалось увидеть. Речь о легендарной пилотажной группе Стрижи, которая прилетела в Чебоксары ко дню города. В столице Чувашии Стрижи показали совершенно новую программу. Программа у нас состоит из одиночной пилотажа. Один самолет выйдет, покажет все возможности МиГ-29. Затем выйдет группа в составе четырех самолетов. Мы будем выполнять разные перестроения в пеллинг, в стрелу, в колонну, в ромб. Кстати, посмотреть на суперсамолеты пришли те, кого называют суперлюдьми. Шаолинские монахи. Ходят легенды, что они умеют летать без всяких летательных аппаратов. Так или иначе, истребители МиГ-29 их заинтересовали. Ощущение захватывающее. Очень понравилось. Посмотреть на выступления монахов жители Чувашии смогли следом за выступлением Стрижей. Экзотические гости также продемонстрировали свое искусство на стадионе «Энергия». 2014 год прошел в России под знаком культуры. Культура как язык межнационального общения, как способ передачи новых знаний, как воспитательный процесс. Все это в полной мере проявилось в Чувашии. Традиционным мероприятиям, которые прочно заняли место в культурном календаре, таким как оперный балетный фестиваль и фестиваль народного творчества «Родники России», Чебоксарский кинофестиваль, «Творческий бульвар» добавили совершенно новые события. Впервые Чебоксары стали одной из точек большого маршрута «Мус Энерго Тур». Состав коллективов, объединившихся под этим брендом, неоднородный. Жанры тоже не ограничены. Арт-рок, этно-рок, этно-джаз, авангард. В День Святых Кирилла и Мефодия голоса 700 исполнителей Чувашии влились в сводный российский хор. Так в стране отметили День славянской письменности. Уважение к прошлому лежит в основе всей культуры. И неудивительно, что именно в 2014 году в республике появилось сразу два памятника. Праздник со слезами на глазах – это не только День Победы. Неоднократно матери тех, кто погиб, сражаясь в горячих точках, обращались с просьбой увековечить память воинов. И вот этот день наступил. Сохранение культурного наследия, преемственность традиций в искусстве, открытие новых имен в уходящем году чествовали тех, кто с успехом справляется со всеми этими задачами. 80-летие художественного училища и 75-летие художественного музея – сами по себе праздники изобразительного искусства. Еще одним немаловажным итогом года стала модернизация сельских домов культуры. Достойные условия для работы получили те, кто несет людям свет и красоту. У вас вообще это благодатный край с древней историей. На протяжении многих веков наш народ сохраняет свою самопутность, традиционный жизненный уклад, уникальную культуру, которая сегодня является неотъемлемой частью культуры Российской Федерации. Нет культуры, нет ни народа, ни страны, нет смысла человеческого существования. Эстафета уходящего 2014 года культуры принимает 2015, который уже объявлен в нашей стране годом литературы. Читайте больше, не забывайте смотреть национальное телевидение «Чувашия». Всего вам доброго в новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова